Девушки отдыхают В фильме также снимались Летисия Пердихон, Хуан Пилайс, Луз Мария Хэрос, Серхио Рамос и другие Девушки отдыхают Режиссер Глаудио Рэйс Продюсер Эрнесто Алонсо Извините Да, слушаю вас А где сеньорита Виктория Санруман? Она утром уехала в Мехико Не может быть Я не знаю Мне только приказали убрать комнату Потому что она освободилась Слушаю Говорит Андрес Ривера Почему вы мне не сообщили, что выписали сеньориту Санруман? Я ее не выписывал, сеньор Ривера Я и понятия не имел, что она уехала Я зайду к вам Вы не представляете, какой у меня для вас сюрприз Вернулась Виктория Правда? Как здорово Конечно, конечно, правда Я же не придумываю Приехала так, что и никто не знал Неожиданно приняла решение Я хочу пойти к ней Я тоже жизнь моя Пойдем, поприветствуем ее Какая у меня стала голова Лечу, чтобы рассказать вам И забываю, что Луис еще не знает Сейчас же позвоню ему в казарму и сообщу новость Как же я забыла Как же, что до Никета вспомнила о твоем папочке Теперь мы с тобой лишены возможности сообщить ему об этом Какое бы это было удовольствие Мой папа все равно очень обрадуется Конечно, любимая Пойдем, поздравим Викторию с благополучным прибытием Подожди, я сбегаю за подарком для нее, хорошо? Беги Тебе нужно беречь себя, потому что в твоем возрасте существует определенный риск Не беспокойся Все будет хорошо Этот ребенок будет благословением мне и Андресу Это снова наполнит радостью нашу жизнь Поэтому стоит рискнуть Да, конечно Но пусть это подтвердит Альбе Он прекрасный специалист Да и к тебе очень привязан Нет Я никому не скажу Да и ты смотри, не проговорись Никто не должен знать, пока у меня не будет полной уверенности Только тогда я сообщу Альбе Можете не сомневаться, что если бы я решил выписать синьориту Я бы непременно сообщил об этом вам Я не мог представить себе, что она решит уехать Но она уехала, не сказав никому ни слова Никого не предупредив, подвергая опасности свое здоровье Какие могут быть последствия В общем-то никаких Но она должна беречь себя Предполагаю, что ее убедил жених Ему очень хотелось увезти ее Давайте оставим мы их одних Им есть о чем поговорить Вы правы, пойдемте Малышка Не плачь, жизнь моя Садись Сейчас ты мне скажешь, почему ты плачешь Или я тоже зареву От радости Посмотри, это моей мамы Я привезла из дома бабушки Чтобы ты знала, что нравилось моей маме Это подарок в честь твоего возвращения Малышка Ты не представляешь, как мне это приятно И еще ты не знаешь, как я тебя люблю Больше всего на свете Теперь я знаю И знаю, что ты сделаешь счастливым моего папочку Он этого заслуживает Да, любовь моя Но он еще не знает, что я уже здесь И мы ему пока ничего не скажем Я уже знаю, любимая Да, некета сообщила мне И я сразу прибежал Но почему? Невропатолог был не согласен с тем, чтобы ты ехала сюда Не говори ничего, любимый Обними нас Посмотри, что мне подарила Мару Иду Иду Что-нибудь случилось, почему ты меня вызвал? Проходи, проходи, пожалуйста Мне очень жаль, Адела Но у меня проблемы Я не хочу возвращаться к родителям Знаешь У меня было мало времени Необходимо выполнить кое-какие дела Но я не смогла оставить без внимания Твой звонок Вот деньги Которые ты просил Не хочу, чтобы ты в чем-то нуждался, Маурисио Ты просто прелесть Другой такой женщины нет на свете Поэтому я тебя так люблю Вы думали, что я не приду? Кажется, я не ел целую вечность А то такие аппетитные блины Но сначала я хочу поприветствовать красавицу Викторию Она скоро придет? Потерпите немного Пять минут Она приводит себя в порядок, чтобы быть красивой Виктория, и так красивая Спросите об этом моего папу С тобой, дочка, никто не спорит Конечно, она очень красивая Я полностью согласен с вами обеими Прошу прощения, дам, но мне кажется, что Дон Руфина прав Давайте ждать И одновременно есть Идет, вот она Какая ты красивая Привет, Тони Чекира Как здорово, что вы здесь Спасибо Виктория, мы здесь Как ты себя чувствуешь? Спасибо Доня Лидия Что случилось, дорогая? А меня поцеловать в качестве ее отца? Ты не представляешь, как мы молились, чтобы ты вернулась здоровой, красивой Она прекрасна Она прекрасна Да, Виктория Спасибо вам за дружбу и за теплый пиво А я вдвойне рад, поскольку вы обе вернулись Аплодисменты Дон Руфина Нет, не то, что я против Но нам это как-то ни к чему Обычная девушка У нас складывается впечатление, что соседи ее канонизировали Не знаю, почему Надо быть добрее, Мануэль Эта девушка пережила такую трагедию Мы приходим в мир страдать, а не жаловаться О чем вы говорите? Я сказала твоему отцу, что вернулась Виктория И соседи празднуют это событие Рада слышать Я зайду ее поприветствовать Приведу себя в порядок Роберто должен приехать Мне очень приятно видеть тебя такой веселой Постарайся быть такой же приветливой и с Роберто Мы мужчины это очень любим Что ты хочешь этим сказать? Да нет, ничего особенного Просто держи крепче жениха Такие на дороге не валяются Я подумала, что необходимо срочно сообщить вам об этом Она вам сказала, что сделала анализ на беременность? Да Препаратами, которые продаются в аптеке Уверяет, что показатель положительный А я думаю, что это несерьезно Я с вами согласен, Лаура Она весела и очень возбуждена Валентина вынашивает эту идею уже давно Чтобы не противоречить ей, я даже провел обследование Физически она в порядке Но у нее не идеальный возраст Но здесь дело в ее эмоциональной неуравновешенности Она заставила меня пообещать, что я ничего никому не скажу А я хотел поговорить с Андресом Но я пока подожду, уверен, что Валентина мне позвонит Хотя бы только для того, чтобы подтвердить этот результат Тогда я смогу принять подходящее решение Андрес, что произошло? Я позвонил Мари Кармен Она мне сказала, что ты не вышел на работу Заболел? Да Мне в самом деле не важно Тебе придется сделать усилие Я хочу, чтобы ты нашел Викторию и привез ее жить к себе Проходи, пожалуйста Прости, но я тебя не понимаю, Андрес Чтобы я привез Викторию сюда Но ведь она в Гвадалахаре Мари Кармен попросил у меня разрешения съездить к ней Садись, пожалуйста Невзирая на предостережение доктора Виктория сегодня утром вернулась в Мессику Я этого не знал Вперло и слышу Прости меня, Эстебан Со мной такого никогда не случалось Ты меня знаешь Я хотел выбросить ее из головы, но не смог А ты какое-то наваждение Я только о ней и думаю Андрес, ты же сильный человек На тебя это так не похоже? Видимо, похоже Ты прислушайся к тому, что я тебе сказал Это то, что тебе нужно Холостяк, хороший человек Ты будешь с ним счастлива Ты мог бы этого мне не говорить За то время, что мы с ним знакомы Я полюбила его И выйду за него замуж Конечно Если наши отношения будут продолжаться Будут продолжаться Что ты этим хочешь сказать? Мы уже два дня не встречались И кто знает Ведь мужчина может Изменить свою точку зрения Нет, дочка, не думай так Постарайся понять его Мы мужчины Делающие серьезную карьеру Люди заняты И у нас очень много встреч Надеюсь, что эти встречи Не такие, как те Которыми ты часто оправдываешься Перед мамой Но тебе не верят, по-моему, даже соседи Ясно? Пока И что это с твоей дочерью? И что произошло? Ничего Просто девочка стала взрослой Как приятно смотреть на такую влюбленную пару Как Виктория и Луис Правда? Да Очень приятно видеть Но еще приятнее то, что она совсем оправилась от этого несчастного случая Что касается влюбленных, то мы от них не отстаем Потому что я, по крайней мере, все еще очень в тебя влюблена С моей стороны взаимность полная Послушай, у тебя еще есть желание навестить Тони? Или мы останемся дома? Но нет, дома мы не останемся Я тебе уже говорила, что если мы хотя бы изредка не будем развлекаться Мы превратимся в стариков А я предпочитаю умереть еще до того, как состарюсь Нет Нет, нет Мы не старики Но уже достаточно взрослые Я этого никогда не признаю Никогда Именно поэтому на сегодняшний выход Я сделаю силигантно, как героиня фильма Другая Увидишь, как я буду хорошо смотреться Сегодня мы так повеселимся Хавито, твои фантазии Напоминаю, что героиней фильма другая была Долорес Дели Рио А не ты А как она мне завидовала Не забудь, что в сцене, где она спускается в черных одеждах, с высокой прической, в перьях Я была одной из сеньор, которые о ней сплетничали Эту сцену вырезали Я тебя не видел Не важно Я ее сыграла и сыграла хорошо Это так Кроме того, эта сцена позволила мне приблизиться к Долорес Дели Рио Я даже за руку с ней поздоровалась Она была восхитительна, как никогда Я храню платье, в котором тогда выходила Я не понял, ты что, оденешься, как Долорес? Ты ничего не понял Или я плохо объяснила Я надену мой палантин И буду блистать В знаменитых мехах, которые купил мне ты Это будет нечто Возьми, Андрес Нет, нет, я не хочу пить сейчас И так в голове не разбери их Андрес Думаю, что сейчас нет смысла ехать с Викторией Я это сделаю, но спокойно Не нужно суетиться Понимаю Спасибо тебе за участие Я сам себя не узнаю Как будто это не я Да, ты прав Необходимо все сделать спокойно Она наверняка тебе позвонит сообщить, что вернулась И ты знаешь Я не должен показываться пока Положись на меня Иногда я думаю, что Виктория интуитивно чувствует, что со мной происходит Нет, не думаю, что она что-то чувствует Я бы это заметил Виктория не умеет скрывать свои мысли и чувства Хорошо бы она пожила здесь и в твоем доме Ей необходимо окончательно поправиться Да и мне будет так спокойно Ты туда не пойдешь Я с подружкой Хватит, ты вся взбаламута Любовь моя, оставь ее Ты посмотри на нее Хорошо Ты никуда не пойдешь Ну почему? Нечего тебе там делать Няня Я хочу тебя за все поблагодарить А, дочка, не за что И тебя, Лалита Суп был очень вкусный Я иду спать Пойдем, мама, спокойной ночи Спокойной ночи Почему эта штука вся разукрашена? Это салфетка, которую использует Лалита, когда красится Понятно Как чувствует себя моя королева? Устала, но чувствую себя хорошо Ах, любимая А меня все это очень беспокоит Почему? У нас не было разрешения невропатолога, чтобы ехать в Мехико Не волнуйся, мне уже лучше Правда? Да Луис, не отговаривай меня Завтра я пойду на работу Любовь моя Снова застарая? Снова жажда мести? Ради бога, это же только твои предположения Пойми Я не могу упустить такой шанс Это единственная возможность получить доказательство вины Андреса Ривера Ривера? Пожалуйста Я молю Бога Чтобы он выбил эту мысль из твоей головы Чтобы он излечил тебя От желания мстить В ненависти нет ничего хорошего Любовь моя, она превратит тебя В злодейку? В уродку? Я этого не говорил Но ты так думаешь Ты так думал и в Гвадалахаре Любимая, что ты говоришь? То, что думаю Мы всегда говорили друг другу правду Я не хочу Чтобы ты возвращалась на работу Чтобы встречалась с этим человеком Виноват ли Андрес Ривера В смерти твоего папы? Пусть Бог решает А ты забудь Я говорю это ради тебя Подумай о своем счастье О нашем счастье О нашем будущем О нашей свадьбе Мы будем счастливы Ты и я Давид, сынок Сынок Я хочу сказать тебе Что-то важное Хочу, чтобы ты был первым Кто об этом узнает Я уже знаю, мама Я уже знаю Помни Что я всегда с тобой Хотя иногда ты меня не видишь И что ты думаешь? Не знаю, мама Не знаю В последнее время Ты уже не заходишь в мою комнату Я не знаю, что думать Ты покинула меня Оставила Конечно Если у тебя будет другой ребенок Ты больше никогда не придешь ко мне Нет, нет, нет Никто никогда не займет твоего места Мама Я тебя очень люблю Только ты меня видишь Видишь в своем сознании В своем сердце Только так я жив Давид Ты не представляешь Что ты для меня знаешь Я никогда не смогла бы оставить себя Твое присутствие Помогает мне жить Ты с кем разговариваешь, Валентина? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Константино, я все еще очень плохо себя чувствую. Я вижу. Ты позволишь мне больше не выступать? Если повторится то же, что и сейчас, то лучше не выходи. Ты танцевала как всегда, но клиентам нравится смотреть на твое веселое личико. Ну, улыбку, улыбку настоящую. Что с тобой? Тебе я не могу врать. У меня неприятности. Душевные. А, женщины. Прости меня, Валентина, но это ненормально. Ты закрываешься в комнате Давида и разговариваешь с его вещами. Я делаю это, когда тебя нет дома. Так я не чувствую себя одинокой. Не смотри на меня так. Есть люди, которые разговаривают со своими животными, с растениями. Что в этом плохого? Я не говорил, что это плохо. Понимаю, ты за меня боишься. Но я в порядке, Андрес. И чувствую себя хорошо. Я рад. А ты наоборот. У тебя печальное лицо, был трудный день, акции компании, дела. Не переживай, Андрес. Вот увидишь, когда я расскажу тебе о сюрпризе, который я приготовила, ты будешь чувствовать себя прекрасно. А сейчас я пока еще не могу. Но на днях ты все узнаешь. Ты очень хорошая, Валентина. Нежная и отзывчивая. Это от того, что я тебя очень люблю. Я верю тебе. Знаешь, я плохо себя чувствую. Мне надо побыть одному. Я лягу в комнате для гостей. Как хочешь, любовь моя. Как хочешь. Отдыхай. Я не выдумываю. Когда я позвонила по твоему сотовому, мне ответила какая-то женщина. Айма, ты ошиблась. Этого не может быть. Я выключил сотовые, потому что иногда звонят просто так. А мне надо решать срочные дела, и я не хочу, чтобы меня отвлекали. Я не жалуюсь, просто... Я знаю, я знаю, любимая. Ты восхитительна. Даже во время работы я думаю только о тебе. Руберто. Так что, давай выпьем за наше будущее счастье. После ужина я хотел бы отвезти тебя послушать музыку. Тебе нравится болеро? Очень нравится, я романтик. А куда мы поедем? Не знаю. У меня прекрасная коллекция болеро, но ты сказала, что мы не можем быть одни у меня дома. Прости меня за прошлый раз. Я просто нервничала. Как может женщина нервничать с мужчиной, который скоро станет ее мужем? Мужчиной, который будет жить только для нее. Послушай, подружка. Да. Мама сказала, что сеньор Ривера часто навещал к тебе. Что он был к тебе слишком внимателен. Что ты об этом думаешь? А? Отчего это, это? Я думаю, что ты неисправима. Потому что прекрасно знаешь то, что я думаю об этом сеньоре. И ты знаешь, что я вернулась в Мехико только за тем, чтобы добиться своей цели. Ты знаешь какой. Ну да, ну да. Вы не можете сомневаться в честности этого человека. И похоже, несмотря на долгие годы, что он служит у вас, вы так и не смогли узнать его как следует. Это преданный человек. Он был лучшим другом моего отца. А когда он умер, он его заменил. Будет несправедливо принять его отставку. Прошу прощения за мою жену. Думаю, она не хотела вас обидеть. А мне показалось, что хотела. Сеньор Ривера, я приняла ваше приглашение. Но вы женаты, а у меня есть жених. Ты разговаривал во сне? Я испугалась, когда услышала. Хочешь лечь со мной? Нет. Нет, спасибо. Тогда спокойной ночи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бранди, у тебя есть румяна? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чакира, какой сюрприз. Проходи, проходи. Девочки, девочки, это Элена, моя подруга. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, очень приятно. Спасибо. Я впервые нахожусь в гримёрной. Здесь так здорово. Мне нравится. И всё по-другому. Да-да-да, здесь всё по-другому. И люди совершенно другие. Эти восхитительные девушки дарят людям радость. Здесь все работают с удовольствием. И публика всегда довольна. Ребята, шоу начинается. Уже был первый звонок. Да-да, мы уже идём, Абрахам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пошли, Абрахамчик. У меня молния застёгнута. Да-да-да, спасибо. Я иду, Брандзе. А я, Тони, не знаю, куда приткнуться. Какая-то боль в сердце. Пустота. Пустота. Внутри. Которую нечем заполнить. Да, Тони. Мне по-прежнему очень плохо. Но, Чакира, ты ведь собиралась посвятить свою жизнь другим? Да, но... Ладно, ладно. Ничего. Выше голову. Уже третий звонок. Это шоу я посвящаю тебе. Смотри, не пропусти. Извини меня, сейчас не время. Мы потом поговорим. Да-да, потом поговорим. Ладно. Как я выгляжу? Отлично. Доня Лидия. Доня Лидия. Ракушки с фасолью. Твои любимые. Луис, чего не хватает вам с Викторией, чтобы пожениться? Не знаю. А почему вы спрашиваете? Потому что я хочу, чтобы ты был счастлив. Ты очень хороший и благородный. Это звучит как дурак. По правде говоря, нам много не надо. Мы будем жить здесь. А зачем нам переезжать? Здесь все нас любят, знают. Вы, Мару, все мы, одна семья. Да, конечно. Но я не собираюсь здесь оставаться. Почему? Я буду вам помехой. Это будет дом твоей жены. А я вернусь в Киритаро. К своей повседневной жизни. Даже не думайте об этом. Этого я никогда не допущу. Ну, Луис. Никаких «но». Какая вы упрямая. Вы же бабушка Мару. Как вы этого не понимаете? Да. И вы мне, как мать, не уезжайте. Ах, сынок. Мы будем очень счастливыми, когда поженимся. Ты подарила мне восхитительную ночь. Я был у тебя первым мужчиной. Этого я никогда не забуду. Уже поздно. Я не хочу, чтобы мама беспокоилась. До завтра, Роберто. До свидания, любовь моя. Все бабы дуры. Я здесь, вовремя. Как всегда, я жду ваших распоряжений. Я назначил тебя встречу, потому что у нас есть срочная работа. Тебе необходимо поехать в Киритаро. Мама, как ты меня напугала. Говори потише. А то отца разбудишь. Ну, как у тебя? Адвокат водил тебя ужинать? Да. О свадьбе говорили? Да. Роберто женится на мне, мама. Когда? Мама. Я расскажу тебе, что произошло этой ночью. Что, дочка? Ну, а теперь иди. Во дворе никого нет. А если я решу остаться? Это еще зачем? Уходи. Мы живем уже много лет, скрываясь, будто мы делаем что-то плохое. Я не вижу причин продолжать. Не у тебя, не у меня нет никаких обязательств. Ну, а теперь ты мне расскажешь, что очень крепко любишь меня. А почему нет? Я подумала и решила, что твои нервы и черный юмор, все от того, что ты переживаешь. Я понимаю тебя и знаю, что ты прав. Ты имеешь право на эти деньги. И если они тебе их не отдадут по-хорошему, пусть пеняют на себя. Не могу поверить, что ты так поступила. Прости меня, мама. Я тоже не думала, что так случится. И ты знаешь, я всегда мечтала выйти замуж девственницей. Ах, дочка. Так сложились обстоятельства. Я не могу сказать, что виноват Роберто. Если бы я не согласилась, ничего бы не было. Я не могу поверить в то, что ты мне это говоришь. Мама, я не хочу быть ханжой. Мне было необходимо поговорить с тобой, как женщине с женщиной. Я уже не молоденькая. Ты должна понять меня. Альма. Не осуждай меня, мама. Постарайся понять. Челита. Привет. Как дела? Хорошо, а у тебя? Хорошо, Челла. Играет музыка. Девушки отдыхают Мы могли бы отправиться в путешествие Мне бы это не помешало Что так? Ты снова плохо себя чувствуешь? У тебя проблемы? Нет, проблем нет, зато есть желание Ну и что же с твоими планами, которые ты хотела осуществить? Еще не пришло время Пожалуйста, не дави на меня Успокойся, я не давлю на тебя Я только хочу предупредить, что не могу больше ждать Мне срочно нужны деньги Жизнь дорожает, я не могу так жить, это не мой стиль Я уже приглядел двух-трех претендентов Женщина зрела и при деньгах Дай мне время Она у тебя была, но ты не сделала ничего из того, что обещала Кроме того, хотя ты мне и не поверишь Я не могу причинить Валентине зло Мне ее жалко Я тоже очень ее люблю Вот это уже неправда Ты ее ненавидела всю свою жизнь Ложь! Ты не против, если я скажу правду? Мне известны твои истинные намерения Ты ничего не знаешь, Хосе Хакин Я знаю тебя и очень хорошо Ты интригуешь против Валентины Не из-за любви к Андрессу, как ты говоришь А из-за глубокой ненависти к ней Ну да Я ненавижу ее Всегда ненавидела С детства Потому что она всегда имела то, чего я была лишена Поэтому я стала ее лучшей подругой И я отниму у нее все Даже Андресса Даже Андресса? Ты же его не любишь Конечно нет Более того Я его ненавижу Для меня главное, чтобы Валентина потеряла его Как она потеряет все, что у нее есть Ни черта у тебя не получится У тебя ничего не было и нет Ни мужа, ни положения, ни денег Даже ребенка Куда тебе соперничать с ней? Ты пустое место И всегда будешь ничтожеством Всегда Фильм озвучен телекомпанией Товец Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok